Это одно такое большое, хреновое, но, вот, конечно, совершенно верно, вы правильно сделали вывод, прекращать этот флокситин с аланзапином и больше никогда на эту комбинацию не возвращаться. Кстати, а сколько вы тестировали вот эту комбинацию в разных дозах? Получается, начал я где-то в середине января. Ну, январь, значит, так, февраль, середина марта, значит, где-то два с половиной месяца, два с половиной месяца. Скажите, а вы разницу замечали между, скажем так, двадцатью и пятью, вот это одна, потом сорока и десятью, это вторая схема, и шестьдесят и десять, не было, да, разницы? Скорее, нет. Просто от аланзапина у меня еще сонливость повышалась, ну, я не знаю, я думал, что от аланзапина. Конечно, нет, нет, это несомненно от аланзапина. Сонливость это от аланзапина. Помимо этого, не знаю, вроде, ну, какой-то существенной разницы точно не замечал. Ну, хорошо, а вот если пять, двадцать, вот пять, двадцать, вот, там не было сонливости? По-моему, нет. Скажите, а на сколько вы, сколько вы тестировали эту комбинацию? Две недели, да? Ну, как я вам расписываю, да? Да, две недели, двадцать пять, и после этого на сорок десять. Потом я вам еще написал. Скажите, а на сорок десять сонливость появилась уже? По-моему, тоже нет. Сонливость появилась на пятнадцати, на шестьдесят пятнадцати. Вот, и я вам написал, вы мне сказали, оставьте флокситин. То есть мы там варьировали дозами. Ну да. Но в целом, в целом, я вам опять задаю вопрос. Значит, там было много разных пропорций, значит, комбинации или отношений флокситин-аланзапин. В целом, вам это не очень понравилось, да? Ну, в разных, в разных, в разных этих соотношениях. Не понравилось, да? Все-таки карипразин и ламатричин было лучше, да? Да. Ну, хорошо, значит, надо переходить. Значит, конечно, надо переходить. Надо переходить. Сможете осилить? Кстати, а три и полтора, разница большая? Ну, она была, по-моему, ощутимая. Ощутимая, да. Значит, большая. Значит, три. Значит, три. Но это, к сожалению, тут я не могу вам помочь, так? Так, это уже надо родителей привлекать и так далее. Я понимаю сложности, вот. Но придется это тестировать. Хорошо. С этим мы уточнили. Значит, триста и три. Так, теперь я хотел все-таки уточнить, а какова цель сегодняшней, может быть, я что-то упустил, какова цель сегодняшней нашей с вами беседы или какой повод, какой мотив? Ну, мотив как раз-таки вот за этим подъемом весенним последовал упадок, причем сильнейший упадок, вот, как это обычно и бывает. Вот, и, собственно, я и усомнился в том, что лечение подходит мне или что? Ну, я вам хочу сказать, ваше сомнение совершенно оправдано и совершенно справедливо мы уже этот вопрос решили. Почему? Потому что, по идее, 60 и 10 и 15, оно, или даже 5, оно должно было держать. Даже если бы вы и упали в депрессию, к примеру, я просто теоретизирую, то, в общем-то, депрессия не должна быть такой изматывающей, такой тяжелой, такой ужасающей, понимаете? То есть, получается, что Алан Забин с флоксетином не выполнил того, на что мы с вами, или, вернее, я больше, чем вы, вот, а вы, естественно, рассчитывали. Вот и все правильно, правильно, совершенно верно, совершенно верно. Значит, теперь посмотрим, вот понимаете, вот это вот, значит, я хочу обратить внимание не только ваше, но и слушатели, потому что там очень много таких же ваших собратьев по страданию, по несчастью, чтобы они понимали, что биполярное расстройство, циркулярное, эффективное, это тяжелое заболевание, лечится трудом, и надо искать, искать надо самую оптимально действующую комбинацию препаратов. В основном это, конечно, один из нормотимиков противосудорожного ряда, вот, ламатриджин, ну и один из четырех антипсихотиков. Это карипразин, это клетиопин, это аланзапин в комбинации с флоксетином и луразидон. Ну вот так вот, вот так вот, то есть, чтобы вы понимали, что приходится длительное время, вот с пациентом инкогнито мы почти что два года уже ищем эту, скажем так, самую оптимальную комбинацию. Более того, что без сравнения пациент инкогнито не смог бы сделать вывод, что именно карипразин с ламатриджином являлся все-таки более действенным, чем это, вот, и чем один ламатриджин. Потому что кому-то помогает один ламатриджин, кому-то помогает, скажем, ламатриджин в комбинации с аланзапином или карипразином, или кветиопином, или луразидоном. Это четыре антипсихотика, которые, в общем-то, используются именно в депрессивной фазе. Но они же, они же, они же используются и в маниакальной фазе. Поскольку маниакальная фаза, она всегда приятная, особенно если это небольшая мания. Понимаете, чем еще гипоманиакальная и маниакальная фаза неприятная? Там проблемы себе сам пациент создает. Проблемы. Там не только то, что он хорошее настроение, мысли повышены, он ссорится, он конфликтует, вот, когда ему делают замечания, он тратит деньги, он, значит, чрезвычайно, значит, общительен. Он даже в этот, когда он находится в маниакальном состоянии, даже предпочитаете улучшить состояние, прибегает к алкоголю, наркотиками. Он делает нелепые поступки, понимаете, вот ему, значит, приходит в голову, например, если говорить о вас, что могло бы быть. Вот, значит, так, все, я уже режиссер, понимаете, я уже сценарист, нахрен мне этот вуз, и мог просто не пойти, не сдать экзамены, вот в чем дело. А в состоянии депрессии там другое, то же самое, но другое проблема. Там человек просто не в состоянии. Он сидит, он страдает, он мучается. Кстати, у вас суицидальные мысли бывают? Ну, в последнее время, ну что, вы объясняли, что суицидальные мысли, это когда-то уже непосредственно... План, да, планируешь, планируешь, да, да, да. Конкретного плана нет, но такое состояние, когда уже просто не хочется продолжать эту борьбу за существование, оно... Усталость, усталость, жизненная усталость, да, от болезни. Да, и такое пронизывающее чувство прям, что как будто бы вот это выход, он только там. Там, только там, да. Но, 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 понимаете, обычно, значит, первой фазой или первым этапом или первым шагом является так. Пациент говорит, вообще, обычно здоровый человек, он боится смерти. А вот первый этап пациента, находящегося в этом биполярном расстройстве, в депрессивной фазе, когда он устал, когда он в безнадежности, чем так жить, ничего страшного не было, если бы я умер вообще. Кирпич там, значит, на голову или в какую-то... То есть, понимаете, это не планы, что я сейчас пойду, там, то сделаю, сделаю, нет. Что если бы что-то случилось бы, с крыши там сосулька вот такая метровая упала бы и пробила мне до самой... Ну, да, ничего страшного не было. Скорее всего, это было бы избавление. Понимаете, это еще, это только первое начальное. А, конечно, когда человек уже ищет, вот там опасность колоссальная. Вы знаете, что я хотел вот что еще у вас спросить, потому что раньше я у вас не уточнял. Вот меня интересует, есть такое понятие, вот я сейчас его опишу. Оно называется меланхолический раптус. Он типичен для депрессивной фазы в рамках циркулярного аффективного расстройства. В чем он заключается? Человек, находящийся в депрессивной фазе, он, конечно, подавлен. У него есть и тоска, у него есть и когнитивная заторможенность, и диамоторная заторможенность, но она проходит фоном. Но вдруг, внезапно, внезапно, на фоне этого фона, тавтология на фоне фона, да, вот, вдруг у него усиливается, то есть начинается такая глубочайшая тоска, такое тедиум виты, усталость, отвращение к жизни, доходящее до чувства боли. Появляется такое невыносимое ощущение страдания, безысходности, понимаете, безвыходности, отсутствие какой-либо, скажем так, перспективы в жизни. Вот. И в этот момент у него может появиться вот эта суицидальная мысль. Нет, я так больше не могу, я так больше не могу, это невыносимо. И человек, я сейчас не о вас говорю, и человек идет и, в общем-то, в общем-то, осуществляет. Не всегда, но рано или поздно, если нелеченая депрессия, вот, и вот этот амилохолический раптус, в рамках этого раптуса, человек может завершить жизнь, скажем, самоубийством. Но, что еще? До того, как он совершит это самоубийство или появятся мысли, он пытается выйти из этого невыносимо тяжелого состояния. Каким путем? Кто-то плачет на взрыт. Вот, обычно плачут женщины, тут и мужчины рыдают просто. Вот, и, значит, во время рыдания каким-то образом спадает настроение, и этот раптус проходит. Обычно раптус длится от нескольких минут, ну, сколько там, 20-30, до 1-2-3 часов. Все. Вот. Но, кроме рыдания, кто-то начинает метаться, куда-то идти на улицу, ходить по квартире, что-то делать. Кто-то начинает себя щипать, вот, как при борделяйне. Значит, наносит себе какую-то боль, хлопает по лицу, или бьет себя, и так далее, и так далее, и тому подобное. И, если удастся, с помощью этих мероприятий, плача, значит, щипания, там, нанесения себе болевых, значит, каких-то ощущений, или двигательных, вот такого, знаете, там двигательное идет, скажем такое, возбуждение, он может, значит, этот раптус, значит, растворить, и он уходит. Вот, скажите, пожалуйста, наподобие у вас бывали такие состояния? Ну, вроде как, по описанию, да, ну, такое сиюминутное отчаяние какое-то. Сколько оно длилось у вас? Обычно длится? Но оно обычно совсем, прямо вот такое концентрированное ощущение, оно обычно недолго длится. Но оно может там всплывать несколько раз за день, если о чем-то неприятном случайно подумаешь. Ну, сколько? Минуту, две, пять, десять, пятнадцать, двадцать? Ну, я думаю, минуту-две может там длиться. Минуту-две, да, 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 да. Ну, в общем, такие кратковременные, но это хорошо. Да, я в такой ситуации обычно беру что-нибудь сладкое. То есть, вы, вас, значит, выводит из этого состояния жор, да? Вы начинаете что-то сладкое в больших количествах потреблять, да? Ну, видите, каждый, каждый по-своему, вот. Но часто это, вот эти, вот, скажем так, состояния? Ну, за последние, за последние недели три, наверное, достаточно часто. Скажите, а сопровождались, да, значит, довольно часто, ну, как, раз в неделю. И да, вы даже сказали, несколько раз в день, там, по нескольким минутам, да, может быть? А вот сопровождаются вот этими суицидальными мыслями? Ну, да, как раз. Исходя из этого, они, наверное, и возникают. Конечно, конечно, их провоцирует вот эта, вот эта тяжесть, это ужасающее. Вы понимаете, это может описать и понять только тот, кто испытал. Я пытаюсь это, значит, описать, но, вы понимаете, это все не то. Это надо ощутить. Это кошмар, да? Это кошмарное чувство. Ну, неприятное крайне, да. Ну, вы так, это мягко, неприятно. Я говорю ужасающее, вы говорите, понимаете, ужасающее и неприятное, это все-таки степени разные, да. Ну, может быть, поскольку вы молодой, так оно и не такое тяжелое, да и короткое. Ну, в общем, вы должны иметь в виду, что вот такие состояния, если возникают такие, почему я на них обращаю внимание? Потому что, в принципе, понимаете, есть же так, есть вот это состояние, это не приступообразное, оно существует 24 часа в сутки. И там, 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 чем оно опасно? Оно опасно вот чем. Что человек, испытывая вот это, что он испытывает во время приступа этого раптуса меланхолического, там, в течение минут до нескольких часов, оно длится у него 7-24 и так далее, и так далее. Значит, он уже все, он уже не бывает в другом состоянии, и, естественно, у него появляется отвращение к жизни. Он уже планирует, причем он молчит, он не пытается ни кушать сладкое. Во время приступа можно покушать, кто-то мне говорит, плачу, кто-то хлистает себе или какое-то мышечное напряжение делает, то есть он пытается с этим бороться. Там человек уже, когда это приобретает такое хроническое течение, там человек не борется. Все, он уже побежет. Он ищет способ, каким он уйдет из жизни. Значит, он приходит к этому заключению, он готовится тщательно и делает. И чем опасен, что он абсолютно никому даже и не говорит, никто даже и не подозревает. Всегда такая смерть, вот такая сама, скажем так, добровольная, она всегда, это шок, это, скажем так, потрясение для людей, которые знали. Ты его спросишь, этого человека, за полчаса или там за 10 минут до этого, ты его встретишь и спросишь, как дела, он скажет, великолепно, покажет тебе большой палец. И вдруг через 20 минут звонит его жена или там кто-то, говорит, а ты знаешь, что вот там, значит, X и так далее, и так далее, значит, там погиб и так далее. Понимаете, ты говоришь, я же его видел, 15 минут, он был нормальный, а вот раптусы, 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 они тоже могут кончиться этим, но, по крайней мере, они, скажем так, они временные, они приступообразные, понимаете? Так вот, значит, естественно, чем они короче, тем меньше шансов закончить жизнь самоубийством. Но вы должны иметь в виду, что если такой раптус затягивается, ситуация в ваших мозгах уже, вы не справляетесь с этой ситуацией, все, вы принимаете решение. Ни в коем, значит, немедленно принять, немедленно принять обязательно у вас должны быть бензодиазепиновые транквилизаторы, там, фенозепам или еще что-то, упаковочка. Принимаете одну-две таблетки, они, значит, мгновенно действуют, там, клонозепам и так далее, что есть, я же не знаю, вот. И расслабляет человека, он уже не в состоянии ничего сделать, он, значит, засыпает или успокаивается, раптус проходит и все. То есть он миновал эту опасность. Потому что вот тот первый вариант, там мы абсолютно никто ничего не можем сделать. Там бывает в одном проценте просто случай и человек уже там или вешается или еще что-то делает, его хватает и так далее. То есть, значит, спасают его. В одном проценте. Но там никто об этом не знает. А здесь знает, здесь пациент об этом говорит. Мне плохо, ужасно, он мечется. Он начинает вдруг, ну, скажем так, если вы были бы женаты, да, вдруг вы идете, берете там, значит, бежите в магазин, или, я не знаю, покупаете торт и съедаете целый торт. Это ж необычно, понимаете? Значит, близкие сейчас спрашивают, а что ты? Или начинает кушать, кушать прямо гору, гору, там коробку, огромную коробку шоколадных конфет съедает. Понимаете? Вот. То есть тут все-таки это заметно. Да и пациент еще, скажем, не созрел до этого. Да, там у него только может появиться, появиться, если это, значит, наиболее выраженное такое ощущение, он может завершить. Особенно, если он один. Особенно, если в одиночестве. Вот что самое страшное. В одиночестве. Вот. Поэтому вы должны иметь в виду, что если появляется такой затяжной раптус меланхолический, то вам надо лучше принять это дело, или позвонить куда-то, или вызвать скорую помощь, или, понимаете, отвлечься. Нужно отвлечься. Отвлечься нужно. Почему? Потому что раптус, 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 все-таки, если человек в этот момент имеет возможность кому-то обратиться, с кем-то поговорить, с кем-то побеседовать, вот, то, в принципе, в принципе, значит, он может пройти, и он не существует. Вы знаете, в фильмах показывает, стоит где-то там девушка на мосту, или, понимаете, вот это же раптус идет. Раптус. Приступ. Приступ. И, ну, человек еще, понимаете, это не так, как в том первом варианте. Там уже все. Там человек решил, все. Он устал от жизни, он устал от болезни, он молчит, никто даже и не подозревает. Он систематически работает на тем, вот, как ему это все сделать. А здесь он еще сомневается, но он борется, он оказывает сопротивление вот этому всему состоянию. Вот вы съедаете торт, кто-то там хлопает себя по щекам, вот, кто-то бьет себя, кто-то прижигает там сигаретой, вот, кто-то движется, кто-то бежит куда-то, становится на крышу, но не, понимаете, если бы это был бы вот тот первый вариант, он зашел бы на крышу и не стал бы, и никто бы его не увидел. Увидели его бы уже внизу. А в рамптусе он еще стоит, он еще каким-то образом еще у него сохранены этот инстинкт самосохранения, еще идет борьба. То есть в этом случае можно помочь путем, ну, видите, там в фильмах художник показывает.